что эффективнее и лучше аллахол или фламин погрешности в диете постоянные стрессы приводят к патологиям печени и билиарного тракта для лечения этих заболеваний применяются препараты аллахол и фламин попробуем разобраться что общего между этими средствами и чем они отличаются между собой а также выясним являются ли они взаимозаменяемыми а пока ставим лайки и получаем хорошее настроение аллахол аллахол представляет собой комбинированное средство которое в качестве активных ингредиентов содержит желчка с луковицы чеснока посевного уголь активированный листья крапивы двудомный аллахол аллахол относится к желчегонным препаратам он оказывает холекинетическое и холеритическое действие его активные компоненты устраняют гниение и брожение в жкт они усиливают секреторную функцию печени на фоне приема препарата повышается секреторная и двигательная активность пищеварительного тракта аллахол связывает токсические вещества желчегонное средство прописывают для лечения следующих патологий постхолецистектомический синдром ангиохолит хронический реактивный гепатит бескаменный холецистит функциональные расстройства билярного тракта в комплексе с другими препаратами аллахол прописывают при хроническом атоническом запоре фламин это растительный препарат который обладает желчегонным холекинетическим холеритическим эффектом он купирует воспалительный процесс оказывает противомикробное спазмолитическое и ранозаживляющее действие в качестве основного компонента препарат содержит цветки бессмертника песчаного фламин усиливает выделение желчи и повышает содержание в ней билирубина на фоне терапии растительным средством повышается тонус желчного пузыря и улучшается отток желчи препарат расслабляет гладкие мышцы сфинктеров билярного тракта медикамент меняет вязкость и химический состав желчи фламин стимулирует продуцирование желудочного сока и тормозит эвакуацию пищи из жкт в результате продукты перевариваются более качественно препарат расширяет кровеносные сосуды кишечника и активирует внешнесекреторную функцию поджелудочной железы кроме этого медикамент способствует выделению холестерина с желчи обладают противомикробными свойствами к препарату чувствительные грамм положительные бактерии понижает уровень холестерина в крови фламин прописывают для лечения следующих патологий воспаление печени хронический гипотохолецистит воспаление желчного пузыря фламин в комплексе с другими препаратами применяют при дискинезии желчевыводящих протоков что выбрать алохол и фламин не являются полностью взаимозаменяемыми поэтому решать какое средство лучше должен врач в зависимости от диагноза возраста пациента наличие у него ограничений к началу терапии и ее переносимости маленьким детям стоит давать фламин в суспензии который разработан специально для пациентов старше 1 месяца и младше 12 лет если вам понравилось видео ставьте лайки оставляйте комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить самые полезные советы на каждый день